Опять покушение? У Трампа заявили, что рядом с ним стреляли. Во Флориде рядом с кандидатом, в президенты США Дональдом Трампом стреляли. Сейчас он в безопасном месте. Передает новости Украина со ссылкой на CNN. Сообщается, что в воскресенье предвыборный штаб Трампа заявил, что бывший президент находится в безопасности после того, как поблизости от него прозвучали выстрелы. Президент Трамп в безопасности после выстрелов в его районе. На данный момент никаких дополнительных подробностей нет, заявил представитель предвыборной кампании Трампа Стивен Чунг. Бывший президент играл в гольф в Трамп Интернешнл Гольф Клаб в Уэст Палм Бич. Поле было немедленно закрыто, согласно источнику, знакомому с ситуацией. Два человека обменялись выстрелами за пределами поля для гольфа Трамп Интернешнл Гольф Корс в Уэст Палм Бич. Стрелявшие целились друг в друга, стрельба не была направлена на Трампа, написал американский журналист Джонатан Лемир. Тем временем Нью-Йорк-Пост также пишет, что Трампу ничего не угрожало, стрельба произошла в районе за пределами клуба, который известен высоким уровнем преступности. Секретная служба США начала расследование. Энтони Гулильми, начальник отдела коммуникаций секретной службы США, сообщил, что служба совместно с шерифом округа Палм Бич расследует инцидент с участием бывшего президента. Он отметил, что Трамп в безопасности. Дональд Трамп-младший заявил, что стрелка задержали. Сын Трампа в соцсети Ха сообщил, что стрелявшего в Озгли Гольф-клуба его отца задержали. По его словам, у него был автомат Калашникова. Покушение на Трампа в июле 2024 года. Отметим, что данное происшествие случилось почти ровно через два месяца после того, как 13 июля Томас Мэтью Крукс выстрелил в Трампа на митинги в Батлере, штат Пенсильвания, ранив бывшему президенту США ухо. Я сразу понял, что что-то не так, услышал свист, выстрелы и сразу почувствовал, как пуля разрывает кожу. Началось сильное кровотечение, и тогда я понял, что происходит, говорил Трамп о своем ранении.